Доброе утро! Сегодня 24 июня, Интирайми, день, когда перуанцы отмечают день летнего сансостояния, точнее зимнего, впервые это именно зимнее сансостояние. Вчера я пошел на праздник, который называется Сан-Хуан, считай Святой Иван, вот, Сан-Хуан, да. Это типа наш Святой Иван Купала. И познакомился по пути с двумя перуанками, матерью и дочерью, и одним перуанцем, с которым познакомился вот недалеко здесь, рядышком на остановке. Да, это было прикольно. Порадовался. Пиво с ними пил, там гулял, там, в общем, смотрели на фейерверк, фейерверк был охренительный. Вот. Сегодня утром уехал итальянец. Не выдержал, значит, всего безобразия, которое чинит араб-наркоман, который с нами живет. Вот. И уехал в Италию. Бросил свою девушку, Чилику, которую он сказал, типа, а, типа, Чувиха, я уезжаю, а это мне надо. Ну, молодец. Он знает, что он хочет. Потому что итальянцы и все эти европейцы, они такие люди, у них нет какой-то глубины. Они ищут работу и деньги, деньги и работу. Все остальное прилагается. А мы ищем любовь, мы ищем романтику. Вот. Короче, он уехал, он жил вот в этой комнате. И что? Вот остался ключ, который оставил хозяйке. Вот. Он укрался в аэропорт, а я пойду посмотрю пока, что есть в этой комнате. Блин, посмотрим, что там интересного можно нарыть. В этой комнате раньше жил негр. И он тоже сбежал от араба. Прикольно. Вот такая комната. Да, ну тут практически ничего нету. Хотя вот, охрененно, образ итальянца. Черные очки и кофеварка. Возьмем себе. Классно. Блин. Вот находки. Находки. Вот она. Кровать одинокого итальянца. Кстати, он эту человеку здесь прямо ехал. То самое. О, кстати. Шкафчик. Может, в шкафчике что-то есть? Ня, нифига. Вот. Ну, вот. Что ж. Вот так вот. Уехал наш Даниэль. Вот. Я ему сколько объяснял? Чувак, блин. Будь вавором. Будь, типа, человеком. Он говорит, нет, главное это работа. Я не могу найти работу, а то мне не нравится. И что мне платили меньше денег, чем, типа, меньше, чем две штуки я ему хотел. Не хотел. Бля. И хотел работать в гараже или чинить машину, но только новую и только электронику. Вот так. Когда ему это не удалось, он просто тупо съебался. Бросил и девушку, и наш прекрасный город, который сегодня сегодня день рождения. Да, у Лас-Пальмаса сегодня день рождения. Сегодня не только антирайме. Сегодня 545 лет, когда испанские конкистадоры основали этот город. Ну, вот. Ну, шо. Адьёш, Ильяшка. Сейчас мы сделаем круг. Вот, видимо, наш общий балкон. Вот он у нас одинаковый. Прощай. Посмотрим, ты сюда следующий заселится. Желт один негр. Здесь не выдержал. Вот. Балкон. Цветая церковь. Там у нас университет. Там у нас гора. Там у нас центр города. А там у нас, конечно же, бордель. Бордель. И не один. Целая куча. Вот так вот. Мой кактус Сан-Педро делает, понимаешь, успехи. Он прорастает. Вот новые кактусы появились. Класс. На отрезках выросли новые кактусы. А тут уж три. Вот. Вот моя комната. Да. Находки поставим. Вот. Очки. Маленькая кофеварочка. Тут футболка лежит. Сейчас я на день рождения. Вот тут, кстати, образ никого иного, как Велимира. Это Велимир в области самого Велеса с медведем. Меня из Киева привезла одна милая женщина. Вот. А это вот ботинки, которые я вчера шел. После ночи с того Хуана нашел такие ботинки. Нормально. То есть, получилось, что я не только погулял с перуанцами, а еще и ботинки нашел. И проверки посмотрел. Кстати, молодая перуанка начала мне в Сучу свою маму перуанку. Такую уже весьма потасканную. Я такой, бля. Я ведь хотел молодую. Бля. Ну ладно. И смылся, короче. Ну что делать? Я всегда смываюсь. Ладно. Вот так вот, видите, у нас тут круг. Вот итальянская комната. Закроем ее. Нет, закроем все, потому что, типа, это же будет некрасиво. Типа окна. Вон. Такая вот обитель одинокого монаха, который в поисках работы за 2000 евро. 200 евро, опять, такая комната стоит. О. Все, положим на место, типа, я там и не был. А у меня бонусы. Черные очки и, короче, блин. Что? Кофеварка? Причем у меня и своя кофеварка есть. Я ее у Негров купил. За 1 евро. Вот такого размера. Кофеварка. Кофеварка. Возьмоп.